Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Катар. Репатриировались. После прихода власти. Смотрите, какая красивая панорама. Вот мы сейчас на смотровой площадке. И вот там такое вот предгорье. Мы сейчас туда поедем. Там находится такой культурно-истоический центр города. Там находится пешеходная улица Дер-Эх-Яй, синагога. И совершенно потрясающий вот мы видим пейзаж. Море. А внизу проходит трасса, называется Приморское шоссе. Квиш-Хоф. Трасса номер два. Тем, что тренажеры сегодня свободны. В связи с субботой, шабатом. И, так сказать, немножко укрепить опорно-двигательный аппарат. Вот. Вот это Зихарон-Яков. Субботний Зихарон-Яков. Я думаю, что, наверное, в этом районе живут люди и религиозные. А заниматься спортом в шабат как-то это не очень. Вот. Поэтому всегда свободный велкам. Всегда можно прийти и позаниматься. Вот такая вот здесь такая атмосфера. А вообще такой чистый, такой воздух очень такой, все такой прозрачный. Вот. А сейчас мы поедем где-то к пешеходной улице, которая называется Дырах-Яйм. То есть путь вина. Потому что Зихарон-Яков, он очень славится тем, что здесь изначально занимались виноделием. Пина, Зихарон-Якова славятся по всему миру. Может быть, кому-то покажется удивительным, но это поликлиника. Обыкновенная поликлиника. Вот такие улочки. Зихарон-Яков. Я хочу сказать, что Зихарон-Яков – это не только город вина. Это еще и город художников. Нет, город художников не здесь. Конечно, это не здесь, это под... Нет, парочка. Город художников и Зихарон-Яков тоже. Прошу не переликаться. Вот такие интересные дворики. Прошу не переликаться. Вы знаете, что у Саба Шель-Иношили, у Бен-Аутом, когда мы обвинем после того, что мы слушаем Штаймшана? Мы слушаем Штаймшана? Эта женщина сказала, что этому дому 132 года. Этот дом Саба Шель-Иношили, это ее прадедушки. Думаю, прадедушки. Представьте, что Саба Шель-Иношили, где он был в земле? Романия. Да, я слышал, что в этой стране, многие люди приходили из Романия. В начале этой страны, в 1782, когда Рочельдбана, многие первые люди были из Романия. Да, они были из Романия. Да, это история. Да, они родили из Романия. Саба Шель-Иношили, Шелом Векслер. Да. Он был первым родителям. Он родил здесь все родители, первые родители. Это дедушка. Прадедушка строил этот дом. И что у меня есть в Романия? Это мой сын. Он думает его. Это мой сын. Это мой сын. Он лохем. Он, вот здесь. Теудат Мецтаймут. Сын женщины. Служит спецназью Израильской армии. Лохем. Теудат Мецтаймут. Это, у него есть такая грамма. Он не только лохан, но и лохан. Иванти, иванти, иванти. Бехидат окет. А, бехидат окет. Кроме этого, он еще является инструктором по собаководству. Слыха, что я говорю о русском, потому что я предложил это для русских друзей, и они... и они должны объяснить. Мы говорим о русском. Мы сняли, мы сняли, и мы не безумно. И мы понимаем, что вы люди шорчат и вы собираетесь. Это не за счет. Это не за счет. Да, не за счет. Это за счет. Это за счет. Это за счет. Это не только счет, рода Ротшельд. Это люди, которые собираетесь. Как вы называете? Ариела. Ариела, тадара баллах Ариела. А я ахматмиот. Ариела, ахматмиот. Ну вот, состоялось знакомство с семьей, выходцы из Румынии, семья, которая... которая была изначально у истоков этого города. И очень интересно мне женщина рассказала, как женщина, которая бережет традиции своей семьи. Это, кстати, одновременно и дом ее, и ее бизнес. Очень здорово, очень такая приятная, запоминающаяся встреча. А мы продолжаем наш маршрут по Зихарон-Якову. Вот мы видим эту пешеходную улицу. А вот в участии, в строительстве этой улицы уже принимали участие выходцы из Румынии и Германии. Вот мы видим, что здесь как-то соблюдается такой вот готический стиль постройки домов. И одна из пешеходных улиц. Сегодня суббота, но несмотря на субботу, народ на улице, работают кафе. Израильтяне народ эмоционально танцуют. Зихарон-Яков – это еще и город мастеровых, это город народных умельцев. И местные жители очень любят вот эти предметы, раритеты, которые можно увидеть прямо во дворах домов. Прямо во дворах домов. Вот во дворе дома мы видим предметы, домашние утвари различных эпох. Вот очень интересно всевозможные предметы, которые сопутствовали на протяжении всей истории Сихарон-Якова. Здесь мы видим и цепь, тракторную, и каски английского мандата и времен Турецкой империи, и предметы домашнего обихода. И осветительные средства. Очень интересно. Мы сейчас подходим к отделению банка. Удивительно, но это банк. Вот этот маленький домик в этом маленьком городе. Это отделение банка Бали. И около банка вот такое изображение человека, который ожидает... Наверное, денег ожидают? Прекрасно, прекрасно. Кстати, здесь можно прочитать Хацар, Вильдер, двор Вильдера. Двор Вильдера и вот эти вот торговые точки. Торговый двор Вильдера. Смотрите, какой кот в Сихарон-Якове. Этот кот достоин вальяжный такой, отдельного фильма. Посмотрите, он на нас даже не пошевельнулся, посмотрел. Он перевел. Да, это действительно вальяжный кот старинного города Сихарон-Якова. Готовится к вороту старого города Сихарон-Яков. Называется Шар и Шай. Сихарон-Яков. Вот фирменные ворота. Это стела установлена на въезде в город Сихарон-Яков в память столетий со дня создания этого города. Город был основан в 1883 году. Вот мы видим, наверху, на вершине этой синагоги, находится Ханукея. И на Ханукея обозначено, что это 4 дня Хануки. 4 ханукальных свечи. И даже синагога здесь построена в готическом стиле. И вот перед синагогой мы видим здесь Ханукея. Вот прямо с этой улицы можно спуститься с горы в сторону моря. Музей истории Зихарон-Якова. И вот мы видим на фоне этого музея возвышается водонапорная башня Мигдаль-Зихарон-Яков. И на этой башне портреты родителей, родителей Рорчильда. Яков Рорчильд и его жена. Родители великого филантропа Рорчильда, благодаря которому был создан этот замечательный, небольшой, приятный городичек. А мы покидаем этот живописный город, живописный город Зихарон-Яков. И как нам подсказывает навигатор, будем продолжать дорогу прямо. Вот там прямо, вот такие облака красивые и море. Слышишь, что сказал мне? Да, конечно. Он сказал через 800 метров повернуть направо. И мы это обязательно сделаем. Мы сделаем это. Через 200 метров мы повернем направо. И начнем спускаться с горы. Круговое движение. Продолжайте движение прямо. Затем круговое движение. Поверните направо. После кругового движения мы повернем направо и начнем спускаться с горочки. Как в той песне, вот кто-то с гоночки спустился, кто-то это был. Ворачиваем направо. И выезжаем. Через 400 метров круговое движение поверните налево. Через 200 метров круговое движение... Вот сейчас будет потрясающий вид. Не надо послушать, а? Ланочка, ты слушаешь GPS или ты меня, экскурсовода, слушаешь? Ты слушаешь, что я тебе рассказываю, Ларуся? Я слушаю GPS. GPS не надо слушать. Разрешение на проведение экскурсии есть? Круговое движение поверните налево. Налево. Налево, да-да-да. Слава, посмотри, экспириенс, как говорил дядя Моня, экспириенс. Понимаешь, он все время говорит, экспириенс есть? Смотрите, какие красивые фигурки. Вот мы сейчас будем спускаться вниз. Экспириенса нет, но есть определенные навыки. Через 800 метров круговое движение. Второй съезд. Да. Ну, то есть у нас вариантов тут нет. Ни влево, ни вправо. Только вниз. Только вниз. Только вниз. Вот, Зихарон Якова, вот они вот дома. Вот, это самый-самый такой нижний срез города. Все. На этом наша экскурсия по Зихарону Якова закончена. Я благодарю за внимание. Я не слышу бурных и продолжительных аплодисментов. Субтитры сделал DimaTorzok.